Медиагид В этом году, этим летом, мы пригласили учащихся в 10-й гимназии для того, чтобы с ними вместе поработать над технологией подготовки проектов в Телеграм-канале. Ребята, которые к нам приходят в летнюю школу медиаграмотности, это те молодые люди, которые больше хотят узнать о медиа. Технологию подготовки медийных проектов, работу с техникой. Для нас это очень важно, чтобы видеть заинтересованную, мотивированную молодежь, которая потенциально придет к нам, станет студентами, в том числе нового направления журналистики, веб-журналистики. Уже третий год занимаюсь в медиа-центре. Очень нравится. В любом случае получаем навыки, которые пригодятся в любой профессии, вне зависимости. Это будет журналистика или что-то связанное с данным направлением. Занимаемся много чем. Это фото, видеосъемка, монтаж, обработка видеофотографии. По поводу поступления пока что я не задумывалась, но думаю, что свяжу жизнь с журналистикой. Традиционно наш университет ежегодно открывает новые специальности. И в этом году, действительно не стало исключением этот год, в этом году набор ведет университет по 56 специальностям, а при этом открыта подготовка на две новые специальности. Это веб-журналистика. Сегодня у нас уже будет вестись подготовка по трем направлениям. Это печатные СМИ, визуальные СМИ, ну и вот это новое направление веб-журналистика. Хочу обратить внимание, что он достаточно востребован, эта специальность. Эта специальность, на которую, замечу, нужно будет сдавать в том числе не только централизованное тестирование, а в том числе и экзамен творчества внутри уже университета. Ну это так называемый творческий экзамен для тех, кто поступает на творческие специальности. Он будет проходить уже непосредственно в самом университете. На протяжении всего года наши абитуриенты имеют возможность знакомиться с этими специальностями, участвовать в различных мероприятиях, ну и, соответственно, выходить уже с поступлением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok